В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Вопросы остались. Итоги реализации нацпроектов рассмотрели депутаты на заседании совместного комитета. Кризис преодолен. Народные избранники обсудили дальнейшую судьбу Саровского почтанта. Новогодняя сказка 2021. В ядерном центре стартовала благотворительная акция для помощи ребятам из детских домов. Далее расскажем обо всем подробно. Когда завершат реконструкцию детского парка на улице Сосина? На какой стадии находится ремонт музыкальной школы имени Балакирева? Итоги реализации нацпроектов за этот год народные избранники обсудили на очередном заседании совместного комитета. Подробности далее. На нетобросовестного подрядчика могут завести уголовное дело. Детский парк на Сосина благоустраивали две организации. И если ДЭП свои работы закончил в срок, то ООО «Успенское» от выполнения обязательств уклонялось на протяжении всего года. Весь год мы помогали всячески, все возможные ресурсы и организационные части на исполнение контракта. Итого, этот подрядчик не исполнил свои обязательства и у нас, и подготовки города к 800-летию. Принято решение в расторжении контракта в одностороннем порядке. Сейчас идет оценка объемов реализованных мероприятий. В следующем году проведут торги и определят нового подрядчика, который и завершит объект. Напомним, его реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Качество исполнения этого проекта отметили как удовлетворительное. Но не все депутаты были солидарны со спикером в этом вопросе. Как-то нелогично получается. На подрядчика скоро заведут уголовное дело. Жители города, наши избиратели видят, что парк не завершен, а мы будем голосовать за их удовлетворительную работу. Вот уже режет слух, режет глаз. Их посадят в тюрьму, а мы их удовлетворяем. Спорной оказалась и оценка нацпроекта «Культура». И если к виртуальному концертному залу вопросов не возникло, то капремонт детской музыкальной школы имени Балакирева стал настоящим камнем преткновения в общей дискуссии. Принимать приведенные там работы как удовлетворительные многие народные избранники отказывались. Получается у нас что? Вы отчитываете результаты жертвовных средств, все разведения. Нас не интересуют, что разведены, не доведены. Вы должны оценивать по качеству выполненных работ. На сегодняшний день получается, что не баланс, не выполнены. Работу контракт не выполнены. Вы предлагаете нам сигналить и удовлетворить. У нас уже были плачевные лыжные базы, парки. Голосование перенесли. 7 декабря депутаты вместе с представителями администрации поедут в музыкальную школу. Своими глазами увидят и оценят проделанную работу. После чего вопрос о принятии нацпроектов поднимут снова. Итоги этой поездки расскажем в ближайшем выпуске новостей. Кадровый голод, заработная плата, ремонт помещений, а главное – вопрос реорганизации Саровского почтамта. Обращение депутатов городской думы рассмотрели на заседании совместного комитета. Подробности далее. В 10 почтовых отделениях из требуемых по штатному расписанию 32 сотрудников реально работает 10. Зарплаты Саровского почтамта не повышают. Из-за кадрового дефицита закрыли отделения на улице Ленина 15 и Харитона 3. Это лишь часть проблем, представленных в обращении главе города и председателя думы в конце сентября этого года. Поступили и в адрес думы, и звонки, и обращения в разной форме, где жители нашего города сообщали о том, что просто перестали почту приносить. И вот на просьбу, на звонок, на телефонную просьбу, а все-таки ее доставить, говорили, ну, сотрудников не хватает, вы в почтамп приходите, значит, в отделение, мы вам выдадим. Начальник Саровского почтамта Андрей Нестеров утверждает, что ситуация сейчас не столь критична. Персонал в Сарове укомплектован на 92%. Это средний показатель по Нижегородской области. Но вот только закрытые отделения как минимум до конца года свои двери для саровчан не распахнут. Положительные тенденции намечаются и в заработной плате, считает Андрей Геннадьевич. Средняя заработная плата, то, о чем я сейчас слышал вопрос, по Саровскому почтам, составила 28 тысяч 13 рублей. За период с 2019 по 2021 год заработная плата сотрудников почтамта возросла на 23%. Оклады были повышены работникам основного производства, задействованы в отделении почтовой связи работникам сортировки водителям. Более того, обещанному в 2019 году капремонту помещений почтамтов на Советской 10 и Шверника 30 быть в следующем году. Вроде бы кризис миновал, но вот вопрос, по какой причине его допустили и главное, как избежать повторения. Руководство борется с последствиями, однако сама проблема куда глубже и кроется в реорганизации почтамтов Нижегородской области, что провели в 2020 году. На сегодняшний день у нас Саровский почтамп в таком работает в укрупненном формате. Насколько я помню, если ошибаюсь, поправьте меня. Руководство Саровского почтампа на сегодняшний день территориально находится в Арзамасе. И управляет почтовыми отделениями в Арзамасе, в Арзамасском районе, в Сарове, в Дивеевском районе, в Первомайском районе и в Изнесенском, по-моему, районе. Так, Саров имеет веские причины вернуть себе статус обособленного структурного подразделения филиала Почта России. В связи с этим народные избранники предложили подготовить обращение в адрес генерального директора Акимова от руководства города и директора ядерного центра. Детально проработать этот вопрос, а также решение назревших в почтампе проблем депутаты планируют на заседании рабочей группы. Центр милосердия просит горожан помочь собрать теплую одежду, белье и опыль для детей из Ельниковского социально-реабилитационного центра. Дети от 3 до 17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проживают в учреждении месяцами. Принести вещи можно по адресу улица Пушкина, 24А, во вторник и четверг с 14 до 19 часов, в субботу с 9 до 12 часов. Телефон для справок 8 904 044 24 04. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все медучреждения страны начнут выдавать рецепты в электронной форме в 2023 году. Это исключит многократный отпуск лекарства по одному и тому же рецепту, а подделать документ будет невозможно. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. Рецепт будет представлять собой QR-код, который можно хранить на любом мобильном устройстве. При необходимости в поликлинике его распечатают на бумаге. Доступ к электронным рецептам граждане получат через личный кабинет на портале госуслуг, где смогут отслеживать свои медицинские назначения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Минцифра предложила сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны. Такую инициативу ведомство уже обсуждает с агрегаторами сервисов онлайн-такси. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев, сообщает ТАСС. По словам Шадаева, речь идет о некоем лимите поездок. На 2022 год мы обсуждаем с агрегаторами сервисов онлайн-такси возможность предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года, пояснил министр. Четыре ребенка скончались в Нижегородской области от последствий коронавируса. Об этом рассказал Давид Мелик-Гусейнов в интервью с доктором медицинских наук профессором Борисом Шаховым. Подробности далее. Соболеваемость коронавирусом среди детей в Нижегородской области продолжает расти. Сейчас их 4% от общего числа. Увеличивается и число тяжелых пациентов среди несовершеннолетних, рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. У нас 4 летальных исхода среди детей, но это первоначальная причина смерти по всем этим детям не коронавирус. Коронавирус был в анамнезе, то есть врачи вылечили коронавирус, но коронавирус запустил определенные хронические тяжелые заболевания. И они эти заболевания сманифестировали, и дети, к сожалению, ушли. Конечно, это все были дети с тяжелым таким хроническим фоном. Это или детский церебральный паралич, и ребенок с онкологическим недугом. Давид Мелик-Гусейнов отметил, что маленьких пациентов с тяжелым течением заболевания становится больше даже среди условно здоровых. А заражение происходит по большей части не в школе, а от родителей, которые не прошли вакцинацию. На данный момент в регионе готовятся к возможному развертыванию дополнительных коек в детской областной больнице. Министр не исключил и перепрофилирование ряда медицинских учреждений под ковидные. По детскому населению ситуация у нас будет тревожной на протяжении следующего года, потому что мы понимаем, что это очень серьезный вызов. Мы сейчас занимаемся тем, что мобилизуем детские поликлиники, потому что им придется помимо обычной своей привычной компании, которая и так очень активна в педиатрии, добавить еще привычную компанию по коронавирусу. Поставки вакцины «Спутник М», которую зарегистрировали в конце ноября, ожидают в ближайшее время. Давид Мелин-Гусейнов отметил, что прививка будет носить рекомендательный характер для детей с 12 лет. Стартовала благотворительная акция «Новогодняя сказка-2021». В этом году елку украсили письмами с желаниями воспитанников Богоявленского детского дома и Центра социальной помощи семье и детям города Сарова. Подробности далее. В пятый год подряд комиссия по работе с молодежью правкома Рфиацнеев проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка для воспитанников детских домов». В этом году мы работаем с Богоявленским детским домом, получили письма от воспитанников. И также от детей Центра социальной помощи семье и детям города Сарова. Так называемый «теплый дом». В штабе правкома уже лежит 40 писем. Все они разные. Кто-то хочет в подарок получить игрушечный шуруповерт, кто-то – конструктор. А кому-то и вовсе любой подарок будет в радость. Подари мне, пожалуйста, пастель для рисования и альбом. Я обещаю вести себя хорошо. С Новым годом! Жду тебя в гости. Каждый год ребята из правкома стараются рассмотреть те детские дома, куда меньше всего ездили молодежные комиссии подразделений. Активисты хотят, чтобы каждый ребенок почувствовал себя счастливым в этот волшебный праздник. Профессуизная организация активно поддерживает детские дома. И многие молодежные комиссии, правкомов подразделений ядерного центра берут шефство над детскими домами. И в течение года, независимо от акции, им всячески помогают. И эта акция является таким финальным уже аккордом под конец года в качестве поздравления детей уже с Новым годом. Стать Деда Мороза может любой желающий до 25 декабря. Достаточно просто прийти в штаб правкома на улицу Куйбышева, дом 14, комната 108. Снять с елочки письмо, прочитать его и подарить ребенку мечту. Более подробную информацию можно получить по телефону 49 108 или 8 987 753 50 54. В молодежном центре прошло награждение победителей городского форума «Время выбрало нас». На мероприятии подвели итоги конкурсов «Саров молодежь», «Молодость Сарова» и «Доброволец Сарова-2021». Подробности далее. Награждение победителей молодежного форума «Время выбрало нас» прошло в онлайн формате. В первый день форумы молодежной организации и объединения города защищали проекты, обсуждали свои идеи с компетентным жюри. Теперь организаторы подвели итоги сразу нескольких конкурсов. «Саров молодежь», «Молодость Сарова» и «Доброволец Сарова-2021». Конкурс «Доброволец Сарова-2021». Конкурс проходил с октября месяца по ноябрь. В городе Сарове он стал уже традицией. Сегодня будут подведены итоги. Узнаем победителей в пяти номинациях. Конкурс был направлен на выявление самых лучших волонтерских инициатив, волонтерских проектов. Трансляция не обошлась без музыки и живого общения с участниками форума и руководителями проектов. Глава города Алексей Сафонов лично наградил победителей, а также ответил на каверзные вопросы ведущего. На самом деле, своими лидерами я считаю именно вас. Именно вас, молодежь, по одной простой причине, у вас нет границ, у вас есть желание, у вас есть возможность, у вас есть время для работы. Потому что мы работаем немного в других условиях. У нас то не хватает полномочий, то не хватает финансирования, то не хватает согласований дополнительных. И когда я вижу искренне желающего что-то сделать молодого человека, я хорошему завидую, я готов ему помогать. На форуме «Время выбрало нас» у молодежи города была возможность рассказать о своих идеях и планах, продвинуть новые инициативы на уровень города, а также получить обратную связь от специалистов. Проект был, чтобы организация города выделила нам деньги на технику, чтобы выпустить более высококачественный контент и обучить молодежь новым, работой с телеоборудованием и научить их стримам. Я создала свою презентацию, которая рассказала о себе, в каких акциях я принимала участие и какие у меня есть награды. У нас такие акции, которые направлены на улучшение здоровья и повышение активной жизни. Теперь победители конкурсов молодежного форума «Время выбрало нас» начнут плодотворную работу по реализации своих проектов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!